Древний город Таль-эль-Хаммам, расположенный в южной части Иорданской долины, был крупным городом бронзового века в Южном Ливанте, заселённый с периода Шалитик. К среднему бронзовому веку он, возможно, был крупнейшим городом в регионе. Однако около 1650 года до н.э. город был внезапно и разрушительно уничтожен. Исследователи, проводившие раскопки на этом месте, обнаружили свидетельства, указывающие на то, что разрушение было вызвано космическим воздушным взрывом. Внезапное уничтожение Таль-эль-Хаммама заставило учёных рассмотреть необычные разрушительные силы, выходящие за рамки войн или землетрясений. Сотрудничество археологов и специалистов по импактным событиям подчёркивает новый подход к пониманию этого события. Обширные археологические раскопки в Таль-эль-Хаммаме выявили отчётливый слой разрушения, содержащий высокие концентрации угля и пепла, датируемые 1650 годом до н.э. Состояние руин в этом слое свидетельствует о колоссальных разрушениях. Дворцовый комплекс и городские стены были полностью разрушены. Человеческие останки демонстрируют крайнюю дезартикуляцию и фрагментацию скелетов, а разбросанные черепки керамики указывают на направленную силу. Археологические находки в Таль-эль-Хаммаме содержат необычные свидетельства, значительно отличающиеся от последствий войн или землетрясений. Черепки керамики имеют оплавленные внешние поверхности, некоторые с признаками пузырения. Фрагменты сердцового кирпича и строительной штукатурки также выглядят оплавленными, а кровельная глина показывает следы частичного плавления. Толстый слой разрушения, содержащий повсеместные свидетельства экстремального жара и давления, воздействующих на различные материалы по всему городу, указывает на единичное быстрое и исключительно мощное событие. Такой характер разрушений маловероятен для длительных войн, которые обычно оставляют более локализованные повреждения и другие свидетельства, или для землетрясений, которые в основном вызывают обрушение конструкций, а не повсеместное плавление. Окончательное подтверждение наблюдаемого направленного разброса обломков может предоставить важную информацию о источнике и траектории разрушительной силы, подчеркивая необходимость тщательного пространственного анализа всех археологических находок на этом месте. Температуры, превышающие 2000 градусов Цельсия, расплавили керамику и сердцовые кирпичи в Таль-Эль-Хамаме. Зелёный стекловидный материал, похожий на тринитит, указывает на быстрый перенос энергии. Ударный кварц, найденный в слое разрушения, свидетельствует о сильном давлении, что предполагает космический удар или воздушный взрыв. Кроме того, исследователи обнаружили крошечные диамондоиды, также называемые наноалмазами или алмазоподобным углеродом, в слое разрушения. Считается, что эти материалы образовались из древесины и другой растительности, присутствовавших в районе, при воздействии чрезвычайно высоких температур и давлений. Создание диамондоидов из органических материалов требует быстрого и интенсивного воздействия тепла и давления, что дополнительно подтверждает гипотезу о высокоэнергетическом событии, таком как воздушный взрыв. Слой разрушения в Таль-Эль-Хамаме имеет необычно высокие концентрации соли, до 25% в некоторых образцах. Воздушный взрыв и его ударные волны могли поднять соль из близлежащего Мертвого моря в атмосферу, осадив ее над городом. Альтернативно удар мог перераспределить кристаллы соли с берегов Мертвого моря. Высокие уровни соли соответствуют гипотезе воздушного взрыва вблизи Мертвого моря, который, возможно, мобилизовал и осадил значительное количество соли. Свидетельства также указывают на последовательное направление распределения различных типов обломков в разрушенном городе с юга-запада на северо-восток, включая черепки керамики, обугленные зерна и фрагменты костей. Если этот направленный характер будет окончательно установлен, он может предоставить ценные данные о направлении и угля предполагаемого воздушного взрыва или связанной с ним ударной волны. Хотя первоначальные сообщения об этой направленности вызвали некоторый скептицизм, дальнейшие доказательства укрепили эту интерпретацию. Разрушение Таль-эль-Хамама поразительно напоминает события в Тунгуске 1908 года в России, где метеороид взорвался в атмосфере, повалив деревья на обширной территории. Тунгусский воздушный взрыв высвободил около 12 мегатонн энергии, и событие в Таль-эль-Хамаме, вероятно, было аналогичным или немного большим по мощности. Событие в Таль-эль-Хамаме было примерно в тысячу раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Исследователи использовали калькуляторы импактных событий, чтобы оценить, что небольшой астероид, аналогичный по размеру тому, что вызвал Тунгусское событие, мог быть ответственным за события в Таль-эль-Хамаме. Параллели между предполагаемым событием в Таль-эль-Хамаме и известными воздушными взрывами, такими как Тунгусский, предоставляют правдоподобный механизм для широкомасштабного и катастрофического разрушения, наблюдаемого на археологическом участке. Тунгусское событие служит реальным примером огромного разрушительного потенциала относительно небольшого небесного тела, взрывающегося в атмосфере. Сравнивая эти события, исследователи могут лучше понять возможный масштаб и последствия события, которое, возможно, уничтожило Таль-эль-Хамам. Гипотеза о космическом воздушном взрыве является предметом споров. Критики утверждают, что кварцевые зёрна в Таль-эль-Хамаме не имеют чётких признаков плоскостной деформации, характерных для импактных мест. Они предполагают, что наблюдаемые ламели имеют нерегулярный характер и могли образоваться под воздействием земных геологических давлений. Альтернативные механизмы формирования, такие как удары молнии или тектоническая активность, дополнительно усложняют интерпретацию. Этот спор подчёркивает важность строгой методологии и необходимости исключения земных объяснений для наблюдаемых микроструктур. Некоторые исследователи предполагают, что расплавленные материалы, найденные в Таль-эль-Хамаме, могут быть результатом передовых технологий бронзового века, а не космического события, поскольку большая часть расплавленного стекла похожа на переплавленную керамику и древние шлаки – побочные продукты металлургических процессов. Таким образом, необходим дальнейший анализ для определения причины плавления, геохимические доказательства, поддерживающие гипотезу воздушного взрыва, подверглись критике. Некоторые учёные утверждают, что данные недостаточны, а акцент на платине и иридии не является убедительным. Требуется более всесторонний анализ, чтобы установить соответствие с известными группами метеоритов. Также были высказаны опасения относительно точности метода энергодисперсионной спектроскопии, используемого для измерения концентраций платиноидов, отсутствие окончательных геохимических доказательств внеземного материала остаётся значительной проблемой. Методология и интерпретация данных теории воздушного взрыва также подвергались сомнению, включая вопросы о манипуляциях с изображениями и анализе человеческих останков. Некоторые эксперты предполагают, что разрушение в Таль-эль-Хаммаме соответствует типичным древним сердцовым структурам и обвиняют авторов в выборочном использовании данных. Эти проблемы вызывают сомнения в строгости и прозрачности исследований, и в настоящее время основная археологическая общественность не полностью поддерживает утверждение о воздушном взрыве. Разрушение Таль-эль-Хаммама около 1650 г. до н.э. с его местоположением и огненным разрушением связывают с библейским рассказом о Содоме и Гаморе. Эта связь поддерживается сходством между археологическими данными и библейским описанием разрушения. Однако предполагаемая связь между Таль-эль-Хаммамом и библейским городом Содом является спорной. Расхождение в датировке и местоположении, отсутствие научных доказательств, а также риск грабежей и нелегальной торговли древностями вызывают озабоченность. Этот спор подчеркивает трудности использования археологических данных для подтверждения или опровержения религиозных текстов. Воздушный взрыв в Таль-эль-Хаммаме опустошил регион, сделав почву непригодной для земледелия из-за притока соли из Мертвого моря. Этот экологический ущерб привел к массовому оставлению поселений и значительному сокращению населения, известному как разрыв позднего бронзового века. Район оставался необитаемым около 600 лет, что подчеркивает долгосрочное воздействие даже небольших космических событий на человеческое общество и окружающую среду. В заключение, научные данные указывают на то, что Таль-эль-Хаммам был уничтожен космическим воздушным взрывом около 1650 года до нашей эры. Связь с Содомом интригует, но остается спорной. Это катастрофическое событие напоминает нам о потенциале внезапных космических событий кардинально изменять человеческую историю.